Аномальная жара не отступает, а из-за пребывания на солнце и духоты состояние людей ухудшается. За последние недели участилось количество случаев солнечных и тепловых ударов. От рекордно высоких температур страдают не только люди с проблемами здоровья, но и те, кто находится под открытым солнцем. У человека может появиться головная боль сильная. На фоне головной боли появляется тошнота и рвота может появиться. У человека может появиться повышение температуры, она может подняться, не имея никаких признаков ОРВИ. Специалисты настойчиво напоминают внимательно относиться к собственному здоровью людям с хроническими заболеваниями и проблемами сердца. Находиться в часы пиковой жаре в комнате, пить много жидкости. Иначе риск получить солнечный удар значительно возрастает. Наглядный пример – жительница села Кангас Федора Вылчу. Попала в отделение во время съемок. Налицо все признаки солнечного удара. Потом они посмотрели, говорят, отправим в Камрад, потому что низкое давление у вас и пульс очень высокий. Делали кардиограмму и тоже обнаружили, что сердцебиение высокое. На столе у врача непременно в эту жару находится головной убор и вода. Это именно те простые меры, которые смогут обезопасить от солнечного удара. В эту погоду стараться минимально выходить из своих помещений, выходить на улицу только с головными уборами, носить одежду нестесняющую, чтобы в этой одежде было меньше синтетики. Пусть это будет свободная одежда, пусть это будет натуральная одежда, дышащая одежда, чтобы этим людям было комфортно. Не выходите из дому без воды. На этой неделе температурный столбик то и дело доходит до отметки в 40 градусов. Люди ищут спасения от жары. Если честно, никак не спасаюсь. Стараюсь, понятное дело, одевать одежду из легких материалов. Если мы говорим про выходы куда-то от дома, кондиционеры, вентиляторы и много воды главное пить. Когда куда-то выхожу, либо я сижу дома, стараюсь обязательно пить очень много воды. Холодной. Постоянно употребляю воду и душ несколько раз в день. Это спасает. Надо и шапку, одеваешься и смотришь летние майки открытые, не знаешь, что одевать. И шорты, и платье. Это ужас, это ужас. Что будет дальше? Но вообще очень тяжело. Без воды никак. Все время вода, вода через 5 минут высыхает аж рот. Все время тянет пить. Пить невозможно. Стараемся пить побольше водички, в тенечке находиться. И меньше на солнце находиться. Дома сидим целый день. Утром рано открываем все. Ну, собственно говоря, более-менее можно спастись. Чтобы только это была забота. Ну, иногда, если очень жарко, на шею одеваю косыночку мокренькую. Ну, сегодня решила, что не надо. Но это не каждый может. У кого хондроз, это нельзя. Под кондиционером. Очень жарко. На улице невозможно находиться. Воды побольше. По-другому спастись. Невозможно очень. Жажда мучает. Если жарко, воду пьем холодненькую и вперед. Под кондиционер где-то остановимся, потому что по-другому никак. А с водой пьем, но не так сильно много. Потому что больше тянет. Стараемся поменьше. Как спасаться? Вот бегом сейчас на автобусе домой. Дома. Закрыто. В условиях жары на улицах города в людных местах установили специальные палатки, где жители могут передохнуть, бесплатно выпить воды и попросить помощи. Специалисты призывают также в случае необходимости обращаться в службу 112. Отметим, что к концу недели температура хоть немного, но снизится и составит от плюс 30 до плюс 35 градусов днем и от плюс 22 до плюс 24 градусов ночью. Дора и Кизли, Сергей Георгиев, Алексей Герчу, Новости ГРТ.